Выступает выпускник вышки и даже этой кафедры Вазген Еловян, который сейчас работает в студии Лептева И готовьтесь, сейчас походу будет стендап Я постараюсь без Меня зовут Вазген С большой буквы, так просто красиво У меня тема лекции транспорт и пром Но какой-то глобальный месседж, наверное, будет в немножко другом формате Я просто расскажу о себе, о том, что для меня дизайн Как я его делаю, если получается И я хочу сказать, что из всех спикеров У меня, наверное, самый маленький опыт работы в индустрии И, наверное, это полезная информация будет для тех, кто только хочет начать работать Или учиться в индустрии пром или транспорта Поэтому степ-бай-степ расскажу И первый вопрос, почему дизайн? Не хочу, чтобы ответ прозвучал немножко протонциозно Но история примерно такая Я и моя семья так получилось, что с тем, как я менялся, взрослел И становился больше, старше, лучше Мы очень много меняли локаций в Средней Азии, на Закавказье И в итоге в какой-то момент мы остановились в городе Иваново Неподалеку отсюда, 300 километров от Москвы И, собственно, это и есть ответ на вопрос, почему дизайн? Потому что я никогда не понимал, почему культура внутри моей семьи и культура внутри моего дома настолько разная То есть буквально мы сидели на туркменских коврах Или из ташкентских узбекских пявок, которые стояли на жестовском подносе Вот примерно так И я не понимал, почему все эти вещи настолько разные, но настолько крутые И почему что-то между собой сочленяется, а что-то нет Ну, то есть из ряда вам выходящие И в 2011 году я поступил в училище в Иваново по направлению предметного дизайна Потому что не поступил на граф И тут вот еще написано арт Ну, своего рода я попал в дизайн через искусство Ну, если так можно сказать Потому что, ну, наверное, ни для кого не секрет, что многие дизайн-школы в стране работают таким образом Что ты должен уметь рисовать голову Давида, Гатамилаты Желательно Венеру Милоска, а потом можешь заниматься правым дизайном Вот И почему транспорт? Сразу отвечая на этот вопрос, тут все очень просто Потому что, вот Феррари, свяжитесь со мной, пожалуйста Феррари под российским флагом, как вам? Это метамодерн Примерно вот поэтому И вот поэтому Это вообще круто Я предвидел смарт В общем, наверное, поэтому транспорт Я думал, что это какая-то история а-ля сугубо гендерная Что у мальчишки рисуют машины Но что-то, видимо, городской автомобиль дуэт Да, клево, не знаю, кто такой еще рисовал И я выбрал направление транспортного дизайна Чтобы, наверное, как-то прокачиваться И учиться делать вот так Вот так Вот так Это все мои работы Первого курса Московской государственной художественно-промышленной академии Имени графа Строганова Строгановка В которую я поступил Потому что перепутал двери Я хотел подать на пром Перепутал, поступил на транспорт Оказалось круче Но мне понравилось больше на транспорт, чем на проме И вот как и так Степ-бай-степ Я начал изучать какие-то основы Азы композиции и скетчинга И не то, чтобы это прям вау Это такой средний уровень С которым выпускает Строгановка Тут как бы Надо отдать должное Что, что А скетчинг и какое-то понимание Именно автомобильной пропорции Это прям кафедра Это дает На окей И после первого курса Программа в Строгановке заключена таким образом Заточена таким образом Что ты первый курс только учишься рисовать Рисуешь, изучаешь техники Изучаешь подходы И только потом ты берешься за дизайн И вот как показалось тогда преподавателю мне Вот я научился рисовать тачки Понимаю примерно, как там все устроено Где стоят колеса И как делать их не очень кривыми И я попробовал Ну, логично по программе И по моему собственному ощущению Я решил, что нужно пробовать уже в дизайне Делать что-то свое Но, к сожалению, у меня не вышло Почему у меня не вышло? Ну, в принципе, вот изображение Супер доходчиво это все объясняют Супер наивняк То есть та база, которая мне давала Скетчинг, академическая живопись Академический рисунок, скульптура Не то же самое, что необходимо Промышленному, транспортному Любому 3D-дизайнеру, если так обобщить Это даже близко не та история То есть, ну, если поставить голову Давида Который рисовал вот в это время Она сильно лучше, чем вот эти дизайны И, ну, наверное, было бы глупо сдаваться Ну, то есть, почему это плохо? Потому что это наивняк Этого не может быть Это такое, а-ля Надо сделать вау Но толку от этого абсолютно ноль Если в дальнейших проектах У меня будут такие истории Что я делаю проект, но в нем какая-то слабая база То тут ее даже нету Это просто картинка ради картинки Рендер ради рендера И я попробовал еще раз И у меня не удалось Я начал пробовать разные вещи Разные техники Внизу вот моя работа Выпускная, дипломная работа В художественном училище Когда я еще жил, учился в Иваново Наверху это моя работа уже, по-моему, Третьего курса строгановки И на самом деле Вооруженным, не вооруженным Любым глазом Видно, что тут мало типа прогресса Это, ну, это факт И тогда я подумал, что возможно Проблема в том, что я делаю проекты для себя А не для индустрии И что возможно, если я буду работать с заказчиками То, ну, может, будет получаться лучше Потому что есть требования Есть компоновки Есть технические ограничения И прочее, прочее Я решил попробовать с заказчиками И у меня не сложилось Наверху лучше, поверьте мне Это лучшая часть Финского автомобиля Финского автопроизводителя Дартс Моторс Это его лучшая часть И та, отвратительная Потому что делал я И она, ну, просто Это типа вот черная метка В моем портфолио Ну, то есть в том, что я делал И это нормально Я думаю, такое должно случиться у каждого С какой-то периодичностью Я делаю прям очень плохие проекты Это нормально Наверное, к этому надо просто привыкнуться Свыкнуться И, наверное, не прятать их за кромах А чтобы они у тебя были на виду И такой, о, круто Я делал плохо Сейчас вроде получше А внизу картинка Когда я поехал на стажировку на КАМАЗ Поехал на стажировку То ли в конце второго, то ли третьего курса Бакалавриата Поехал на набережные Челны И попытался там что-то поработать И вполне справедливо получил от людей С насмотренностью города набережной Челны Отказ Что вполне логично Потому что я делал не то, что нужно Представил какие-то свои собственные цели И, собственно, не получилось Подумал я Окей, не получилось для себя делать проекты Не получилось делать проекты Для заказчиков автопроизводителей Может, они мне не подходят Типа, навряд ли же проблема во мне Ну, наверняка И я попробовал, может, мне нужно поработать с крупными игроками И, в общем-то, не срослось Потому что это проект Рено Может, кто из вас кто-то помнит Когда пару лет назад в Москву, в Россию Приезжал Антони Грейт На тот момент дизайн-директор Рено И потом, по-моему, стал главой дизайна Направления Лада И автор дизайна Рено Лагуна Ну, в общем, правда, очень крутой чувак из индустрии По-другому просто не могу сказать И это был проект Future Russian Mobility Что-то такое, где в разным дизайн-школам Москвы И не Москвы тоже, там еще Штыглица участвовала Питерская, по-моему, Урал Гаха в Екатеринбурге Давалась такая тема То есть, как может выглядеть будущее автомобильной мобильности В формате бренда Рено И я делал интерьеры, небольшие экстерьерные наброски И несмотря на то, что уровень проработки проектов Его наполненность была сильно лучше, чем других проектов Абсолютно справедливо Энтони заметил, что это вообще не то И сказал, что я типа car guy Я выучил какие-то пропорции Соотношение колеса, крыши Как это все красиво там зарисовать Но в этом толку абсолютно ноль И даже вот на этом скетче видно Что эта приборная панель не впишется в такую маленькую машинку Но мне почему-то казалось, что надо просто делать, делать, делать И потом ты просто красиво все объяснишь Не получилось С Рено не получилось Ну то есть, не получилось самостоятельно Не получилось снова с еще одним подходом Не получилось с российскими и дальнего зарубежья С производителями Не получилось с Рено Я попробовал идти дальше, не смог Это проект с хорватским производителем Гиперкаров на данный момент Самый крупный производитель Нет, производитель самых быстрых электромобилей в мире Римак автомобили Они сейчас выкупили Бугатти И я связался с главным дизайнером Андрианом Мудри Сказал, что я тащусь с бренда Что абсолютно честно, справедливо Мне очень нравится то, что они делают до сих пор И я сказал, что я хочу поработать с ними На своем студенческом проекте И это какой-то из проектов бакалавриата И тогда мне намекнули Что чувак, это вообще не то Ну то есть ты Ну вот от слова совсем Ты не знаешь Ты не можешь передать бренд-айдентити Ты не можешь передать правильное соотношение И какую-то Ты просто делаешь Пытаешься найти красивые формы Функции ноль Абсолютно правильно замечено И я прошу у Римака второй шанс Чтобы сделать дипломную работу Ну и я снова, короче, не смог Это мой дипломный проект в Строгановке Супер наивняк Супер, вы такое видели на Пинтересте Отвечаю, если напишите Кар дизайн Вот такое только лучше Ну ничего Супер наивная, неталантливая работа Но мне казалось Вау, я нашел какие-то классные соотношения Пропорции и прочее-прочее На самом деле Проект оставляет желать лучшего Что было дальше? В этот момент я закончил Строгановку И стоял на таком перепуте Что мне делать дальше? Куда поступать? Я поступил на практически полностью оплачиваемую стипендию В Институте Ди Европе и Дизайн в Милане Не смог туда поехать Поступил в МАМИ И поступил сюда в Вышку И выбрал Вышку Тогда это направление только-только открылось То есть это своего рода был риск Но мне было просто интересно приобщиться Вот типа что такое школа дизайна Я никогда не понимал Ну что это там такие крутые чуваки У них шоперы клевые Что это за типы такие вообще модные Бутылка вина разбивается Они фоткают Очень open mind И дальше у меня не получилось Это те проекты, которые я уже делал Будучи поступив в Вышку Наверху мой проект Ну как не проект Это скетч Для конкурса Кёнинсик Главный дизайнер Кёнинсик Саша Сильпанов И основатель компании Запустили конкурс Такой типа для всего мира В Worldwide Где ты можешь поучаствовать любой Продолжить какую-то свою концепцию Я в очередной раз делал наивно Бессмысленно и Криво если присмотреться Не получилось Ну я особо ничего не ожидал Но это очередной звоночек Что у меня не вышло Внизу мое тестовое задание в Яндекс Привет Лиза Они сказали ну плохо Не подходит Типа отстойно сделал Это тестовое задание Нужно было сделать потолочную панель Для Яндекс беспилотников Ну получилось плохо Тем самым не получилось Что было дальше Я понял что нужно уходить в пром Но не потому что у меня не получилось Транспорта А потому что я понял что Транспорт все таки история комплексная И в ней мало уметь скетчить А в проме ты можешь Как-то сконцентрироваться На каком-то особенном направлении Вот как говорила Лиза Это может быть СМФ Это может быть моделинг Это может быть работа с поверхностями И прочее прочее Почему я пошел в пром Потому что я понял что Ну регресс это наверное громко сказано Скорее просто я не развивался Я видел что в своих проектах Вот они менялись год за годом Год за кодом Но я прям вижу что это все один уровень Хотя я потратил много лет на это Я учился Я честно искренне пытался учиться И пытался типа быть прошаренным Не вылезал там с беханса Не вылезал с пиндереста В итоге все равно не получалось И я понял что проблема видимо в том Что я как дизайнер Преследую супер эгоцентричную Задачу Цель Сделать так как нравится мне А мне нравится Тратить в 5 раз меньше времени На ресерч Чем нужно На скетчинг На моделинг И на все Ну то есть Потому что мне так нравится Мне не нравится сидеть И там блин А вот надо вот это проресерчить А надо еще так прорисовать А надо вот эту новую технологию Попробовать и прочее То есть это была чисто эгоцентричная задача Удовлетворить самого себя Своим проектом Но все равно это не случалось Потому что проекты получались так себе И тут классная фраза Людвига Наверное вы знаете Людвига Супер для меня Ну наверное лучше Чтобы описать тот период В моей карьере громко сказано Короче в том периоде Когда я учился здесь Это Вот я зачитаю Чтобы сваи в дизайне Они оказались из поролона Имеет смысл выбрать На что опираться А на что нет И я понял Что да Все это время были Ну даже наверное не из поролона Я не знаю Это что-то Какие-то воздушные сваи были Потому что на них ничего не цеплялось Я вроде как умею Минимально моделить Минимально рендерить Еще что-то Но это все не собирается Даже в какой-то там Двухпроцентный продукт И было принято решение Что надо развиваться И как-то делать свои сваи Более Извините Какими-то Ну в общем делать Сваи И я понял Что наверное надо моделить Потому что Это супер важно Я не скажу Что это главное качество Которому необходимо обладать Промышленному транспортному дизайнеру Но Те времена Когда ты свободный художник Сидишь Рисуешь Классные сайдвьюхи Приходит моделлер Материться И все дело за тебя Прошли Сейчас ты должен уметь делать все А желательно так Чтобы вообще Типа ты Одна единица на проекте И ты все умеешь делать Все сразу И вот было принято решение Делать модели Тем самым Прокачивая насмотренность Прокачивая Какую-то Вкусовую часть Так чтобы я понимал Что круто Что не круто И Конкретно здесь Вот это Джей Трам Его Фонарик И Очень прикольный проект Который Эстетически Возможно спорный Но мне нравится Его функционал Это Каргобайк И я их замоделил И тем самым Ну Чтобы просто прокачаться Элементарно В общем Совет Если не получается Нужно прокачивать Хардскилз И как можно скорее И например Моделить А еще желательно Вообще Рендерить Это тоже Не мой дизайн Потому что Слишком хорошо Это бритва Китайского дизайнера И я тоже Замоделил Это входило В Перечень заданий От преподавателей На нашей кафедре Здесь В высшем школе дизайна И Эта штука Ну Короче Копировать Это круто Я вот Когда вначале Показывал Скетч и тачек Это тоже все было Ну типа Скопировано так или иначе С фоток С картинок Почему копировать Круто Потому что Опять таки Как я уже сказал Прокачивается Насмотренность И прокачивается Какое-то Минимальное понимание Ну Это спорная тема Можно сказать Что нет Надо делать все самому Я просто рассказываю Свою историю Мне это очень помогло Вот я брал Чужие дизайны Их моделил Рендерил Анимировал Кого-то не погружаться И сам тем самым Прокачивал свои скиллы Это Маленькое видео Извините Тут 10 шакалов из 10 Я по-другому не понял Как это сделать Это Опять таки Было Домашнее задание Здесь в вышке Задание заключалось В чем Здесь на анимации Это ведро Карим Рашида Ведро Горбина Которое Продавалось Если я не ошибаюсь Витре Еще где-то В общем 10 лет Она только продавалась В Европе Это Супер базовая анимация Которую я сделал На супер базовом Понимании Моделинга в 3D программе То есть я Посмотрел скетчи Посмотрел референсы Замоделил Отрендерил И закинул анимацию То есть я на все Потратил Какими-то маленькими Участками времени На что я получил Фидбэк от Карима Нет Я не зазвездился Просто это очень приятно Я в этот момент Понял что Вау круто Что Ну Видимо это тот самый момент Когда я осознал Что Минимально моделить Минимально рендерить Минимально анимировать Я вроде как Понимаю И После этого Уже с новыми Приобретенными скиллами Во всем вышеперечисленном Я решил что надо Вердвигаться дальше И вот у меня был проект Кроссово Который мы делали Вместе с Машей Маша я люблю тебя Очень классный Крутой проект Почему Потому что Это был плавный переход Между тем Когда ты Такой Блин у меня ничего не получается И ты начинаешь Моделить Моделить Рендерить Изучать Смотреть И прочее Очень плавный переход Смежно Почему смежно Я до сих пор считаю Многие с этим не согласны Я до сих пор считаю Что нету более смежной Индустрии К автомобильному дизайну Чем дизайн кроссовок Потому что Такой стайлинг Который Есть в автомобилях Это супер Находит отражение В кроссовках Опять таки На мой взгляд Можно со мной не согласиться Но для меня Это типа супер Смежные вещи Если вообще Углубиться Немножко в историю Почитать Можно удивиться тому Насколько Много чуваков Из фэшена Вдохновляется Промом Транспортом И насколько Это работает В обратном направлении Это очень круто Но что мне дало понять Работа с обувью С кроссовками Это Что поверхность Должна быть не просто поверхностью А нести хотя бы Какую-то функцию Элементарно Если это Практически любая поверхность На кроссовке Имеет какую-то Демпфирующую функцию То есть Должна быть функция Не просто поверхность И это проект Который мы делали Опять таки Я Маша Мы поехали в спортмастер Не в магазин В офис И Там был Два суперкрутых чувака Один это Марк Брайан Шоу Арт-директор Или главный директор По-моему Арт-директор И Ильяс Даракчиев Тоже очень крутой Мой дружок Который Мы с ним вместе Учились строгие И Вот так вот Как-то степ-бай-степ Круто Работать С чуваками Из индустрии Плюс из индустрии Это Кроссовок термит Ну может Мало кто знает Но термит это Один из внутренних брендов Спортмастера Крутой проект Тем что Он получился Опять таки Не скажу что Вау круто Это просто Базовый проект Который вообще Наверное невозможно Реализовать Но В нем как-то Лично я почувствовал Какой-то свой личный буст А кстати Тут еще Это Слова позиционирования Термита Как бренда И я подумал Блин прикольно Напишу то же самое Только по-русски Ну то есть It's all right Вот И Прикольный проект Круто Я на нем прокачался Мы на нем С Машей сделали Очень Такой глубокий Ресерч Это было интересно Это было клево Плюс это новый софт Я еще никогда не работал В нем В общем это было прикольно Что было дальше Снова транспорт Но Транспорт Это два моих Последних проекта И оба проекта Сделаны на базе Высшей школы дизайна Здесь Наверху Мой семестровый проект Это Мое видение Ну сейчас я расскажу О нем поподробнее Семестровый Дипломный проект Семестровый проект Тоже я не скажу Что вау Просто Прикольно Я Знал как Из-за того что я потратил Какое-то время На самообучение В софте Я понял как Что-то можно сделать И Это вот мое Какое-то такое Возможно наивное видение Того как может выглядеть Дукати В эпохе элитрификации И как это может меняться Но при этом сохранять Какой-то дух Я не просто начал рисовать А начал смотреть Как работает ДНК бренда Как работает позиционирование И прочее Вот получился Такой проект Такой Ну For fun Не больше И вот это мой Дипломный проект Который я Наверное Единственный проект Который я прям Люблю И Это проект Который Называется Камертон Странное название Потому что у него В основании Форма похожа на Камертон И Это проект Суперутилитарного Универсального Двухколесного Электрического Транспортного средства Которое по сути Можно произвести Ну на любых Минимальных мощностях Любого российского Провинциального завода Она имеет Она имеет универсальную Точнее Стандартную Раму Которая позволяет Навешивать на нее Кучу Всякого Размонавесного Универсального Прочее Прочее Конкретно здесь Это вариант для МЧС Я посмотрел Как у нас оборудуется Мотоцикл МЧС Представляете Они есть Не только пожарные машины И вот это Минимальный какой-то Набор Необходимых девайсов И все это Держится на одной Тривиальной Вообще Не гениальной Простой Раме Где в каких-то Моментах она барится В каких-то моментах Трубогиб И просто Какая-то Элементарная Рама В ней нет Никакого Крутого Заменяемого Электромотора Или батареи У нее обычный Базовый электромотор Обычная Базовая подвеска Единственное Вот Стойка От Husqvar Почему я не придумал Свою стойку Потому что я все-таки Закладывал какую-то Возможность реализации Этого проекта И было бы круто Если бы Какие-то детали Можно было приобрести Вместо того Чтобы производить их Ну то есть Это опять-таки К слову о бизнесе Получились вот такие Два моих проекта Камертон Тот, который мой дипломный Который слева Сейчас на данный момент В разработке И благодаря усилиям Моих друзей И привлечениям Заинтересованных лиц Сейчас этот проект В стадии разработки На данный момент Это закупка Составных частей Агрегатов И Прочностные расчеты То есть Этот проект Который возможно Когда-то оживет И будет круто Это наверное Действительно проект Который я хочу Чтобы жил Что происходит сейчас Ну на данный момент Я работаю в студии Артемия Лебедева Чуть больше года Опять-таки У меня наверное Самый короткий опыт Именно работы Я просто расскажу На примере Моего самого Первого проекта Когда я пришел в студию Это проект Умного домофона И я просто расскажу Для людей Непосвященных Как вообще строится Этот процесс В трех-четырех картинках Ресерч Поиск формы Это может быть скетчинг Это может быть Драфтовое моделирование Это может быть Коллажи Моделинг С учетом Компонентов Расположение Всяких Производственных фасок И прочее И в итоге Ну Деливери Доставка Рендеры Этого всего То есть то Как оно будет выглядеть Визуализация этого Вот То есть Это просто Мой первый проект Только-только Я закончил вышку Я устроился в студию И вот это Мой первый проект Который мы Анонсировали Которым в принципе Я работал Вот Это если говорить Про сейчас Что дает Возможность софта Странная штука Но Я возможно ошибаюсь Но Мне почему-то показалось Что чуваки Которые Сейчас учатся промдизайну Ну Вы можете заметить Что софт меняется Софт меняется На мой взгляд В лучшую сторону И унифицируется Что наконец-то Реально И я с Навыками Прома Могу спокойно Окунуться В какой-то Тривиальный Маленький Небольшой Моушен Вот например Это Один из Материалов К анонсу Производитель Который Занимается Красителем Для свечей Студия делала Для них Айдентику И это Вот такой Типа Сопроводительный Мини-ролик Который Я полностью Сделал В блендере Оно Не супер Видел сайт Для крупнейшего В Южной Азии Ритейлера И это Ну Я делал на этом Проекте Только 3D То есть Здесь вы можете Определить внимание В процессе Свайпинга Есть всякие 3D Вот в общем Я занимался этим Это тоже Классный Релакс для мозга Когда ты Не надо Думать Что-то Сочинять Придумывать Ты просто Берешь Что-то Моделишь Какую-то Красивую Интересную Те форму И получается Ну И типа Это работает Потому что Это есть Это есть На сайтах Это есть В индустрии Да Это нереальный Продукт Который Ты можешь Потрогать Но тем Не менее Ты что-то Сделал Короче Супер Релакс Для мозгов Очень сильно Советую Подытожив Вообще Все Что я сказал У каждого Дизайнера Есть своя история И не знаю Ни одного Дизайнера У которого История Прикликается С чуваком У меня Все то же самое Было Один в один Классно У меня Даже С языка Снем Такой истории Не бывает У каждого Все всегда По-разному У одного Так У другого Сяк Один Заканчивает Учиться И не может Десять лет Найти работу Другой Во время учебы Бросил нафиг Вуз И уехал И все у него Отлично И короче История у всех Разная У меня Она такая Я просто хотел вам Показать Какая она была У меня Она не крутая Она неплохая Она просто Какая она есть У каждого Дизайнера Своя история Но высшей точки Развития дизайнера Просто в принципе Не существует На мой взгляд Я это где-то услышал От меня я придумал Вот Почему? Потому что Все время нужно качаться И желательно Качаться не в дизайне Ну точнее Не только в дизайне Круто если вы будете Учиться чему-то новому Тому что вообще Не связано с дизайном Потому что Блин Дизайн такая штука Что на самом деле Все связано с дизайном То есть даже если вы Думаете Классно Зоология Ну в какой-то момент Вам это понадобится Реально И Ну вот я Первый раз выступаю Перед публикой Сегодня То есть наверное Сегодня я научился Чему-то новому И круто Спасибо Спасибо олимпийский Я люблю вас Высшей точки развития Дизайнера не существует Прокачивайтесь Это очень круто Я ни капли не пожалел Что все время Сколько я учился А я учился Больше сложности Десять лет При этом я не могу сказать Что я вышел С вау уровнем Типа базовый Ничем не примечательный Просто уровень Просто Типа какой он есть Я учился десять лет Да Жалко там Допустим Может быть жалко Что я потратил Четыре года в провинции В слабом вузе Что в Строгановке Я учился не тому Но Типа это просто моя история Вот она у меня такая И я очень рад Что я попал В какой-то момент сюда Я очень рад Этому нетворкингу В принципе этому бусту Короче Это очень круто Ну Тут может быть Мотивирующая фраза Типа никогда не сдавайтесь Но Примерно посыл такой Короче Надо учиться постоянно Чему-то новому Что возможно В этом мотиве Никогда не понадобится Не пригодится Вот Я сейчас учусь стоять на руках Пока не получается Но В следующий раз получится Я вставлю это в лекцию Вот И Это просто QR на моби ханс Если интересно Там В принципе Все то же самое Что вы здесь видите Но вдруг Если что Пишите Будем общаться Дружить с семьями Здесь написано Higher School of Economics Вышшая школа дизайна Это кстати то Что я тоже хотел бы сказать Круто Если вам нравится дизайн Но пожалуйста На нем не зацикливайтесь Если у вас есть какая-то Может даже не смежная история Пожалуйста Занимайтесь ей Это очень круто Я отдыхаю Я отдыхаю на проектах Своих личных Я занимаюсь граффити Я супер с этого кайфую И И тут много На самом деле Людей Которые помимо промо Занимаются еще чем-то Здесь И есть Моя подружина Лиза Которая помимо промо Делает очень классные комиксы И это очень круто И я вам тоже советую Не зацикливаться на дизайне Потому что Ну Программа крашивается И нервные клетки Не восстанавливаются Поэтому что-нибудь Желательно в оффлайне Вот Все Это все Что я хотел сказать Спасибо Спасибо вас, Генка Спасибо По-моему было классно Для первого раза Вообще хорошо А у кого есть Какие-то Вопросики Спасибо, клево Отлично Тогда мы берем Эту бумажку Потому что Вопросики Мы задавали оптом Ой, блин Я их читал Я не знаю Как на них отдать И давай, погнали Что самое классное В работе дизайнера И что самое больное Работа дизайнером Ну, камон Это и есть Самое классное И самое больное Ну Нет Разве Можно следующий вопрос Ну, плохо подготовить Ну, давай Нет, я расскажу Реально подробнее По-моему, это и есть Ну, типа Самое крутое Когда ты держишь дизайн Когда ты выкатываешь продукт Или когда ты занимаешься Его уже Типа реализацией Или реализацией Когда он только в онлайне В качестве 3D Это все очень круто Но я не знаю таких чуваков Которые делают проекты И у них это проходит налегке И они такие Типа World Life Balance И все круто И вот я 2 часа поработал И смотрите Как классный у меня проект У меня 3 флажка На бехансе Ив Будет дизайн И будет дизайн Типа я таких чуваков Я обещала Я обещала тебе не задавать Этот вопрос Но прости Я вообще Честно Вот прям Искренне хочу сказать Что наверное У меня типа Супер не хватает Компетенции Ответь на этот вопрос Потому что Я по сути Так и не вошел В транспортный дизайн То есть я пытался Были попытки Но что-то к сожалению По-моему не получилось Поэтому я конечно Могу сказать Какое-то свое мнение Я Ну в принципе наверное Для вас никого не секрет Что сейчас вообще В принципе про слово Будущее тяжело размышлять Но тем не менее Не могу сказать Что будет круто Или будет не круто Но типа Оно в любом случае будет Рано или поздно Наверное что-то случится В том или ином виде Это будет Будут перемены В любом случае То есть что-то будет меняться Что-то будет становиться лучше Что-то будет становиться хуже Но правда Не обладаю прям Нужными компетенциями Чтобы сказать Да вот так вот будет Все отвечаю Так что короче Нет не знаю Сори Ты сказал Что очень много работал Ну пытался работать Пытался С разными брендами И про некоторых Ты говорил Что там Подошел Показал Написал Давай резюме Как находить проекты Для работы Ну нетворкинг дикий Типа Прямо без остановки И настолько Что вот я слышал Фразу очень крутую Что отличие Крутого Нового вуза От такого себе Вуза Только в нетворкинге Ну потому что Вам преподают Крутые чуваки И вокруг вас Крутые чуваки Но вряд ли там Типа Короче Находить проекты Через нетворкинг И побольше общаться И побольше Говорить про работу Как бы вам это сильно Не хотелось Вы увидите с друзьями И хочется Обсудить там Типа что-нибудь хорошее Но очень круто Делиться Своими мыслями По работе Если нет НДА Вот И короче Вы что-то узнаете Нового От вас что-то Узнают нового И короче Маленький месседж Очень хотел бы тоже Закинуть В тему этого вопроса Поддерживайте пожалуйста Своих творческих ребят Кем бы они ни были Если они иллюстраторы Фотографы Если он делает Скульптуры Из отходов Жизнедеятельности Вообще Типа просто репост Пожалуйста Это очень важно Серьезно Я этого не понимал Мне это объяснили Это супер важно Потому что Вы даже не понимаете Насколько это Ну во-первых Просто приятно творцу А во-вторых Насколько Ну у этого появляется охват И круто что вы Зарепостили кого-то Что-то Какой-то его промдизайн Или какую-то там Не знаю подчеркнушку Если даже вы не находите Это крутым Или вас это бесит Да ничего страшного Сторис через 24 часа Типа ну все Ее не будет Вы даже не вспомните Мы так делаем с ребятами Мы репостим какую-то работу Одного из нас И вот нас ну 40 человек зарепостило И кто-то один по-любому Ну или наверное Все кто замучился Это смотреть Они посмотрят Такие Ладно Че ты хочешь Че там такое Ну на тебе лайк И это короче Круто работает Поэтому это вот Типа я бы очень вам Рекомендовал так делать Если у вас есть возможность Поддержать кого-то своего другана Или кого-то там Даже незнакомого Если вам это реально нравится Дайте фидбэк Если это отрицательный фидбэк Дайте фидбэк Это тоже круто Классно Мне никто никогда не написал Типа ты отстойный дизайнер Возможно если бы написали То я бы не делал Так много плохих проектов Тебя все боятся Может быть Кстати Может быть Вполне вероятно Так что наверное да Вот нетворкинг Только через нетворкинг Я к сожалению Опять-таки У меня не самый Типа длинный путь Я вот типа Типа трудоустроен год И до этого я работал В разных маленьких компаниях Был связан там С авиацией И прочее-прочее Не могу сказать Что я находил Какие-то крутые проекты Или как-то круто У меня всегда получалось работой Поэтому Наверное только нетворкинг Если вот С моей точки зрения Это нетворкинг Ну я хочу немножко Дополнить мысль вас Гена Поддерживать Репост действительно классно Я это иногда называю Магией соцсетей Потому что Когда к тебе приходят Крупные клиенты И ты спрашиваешь О как классно Кто меня порекомендовал Тебя называют имена Которые ты вообще Никогда не слышал И ты понимаешь Что это скорее всего Был репост репоста Или какой-то ответ На сторис Или еще что-то Если бы у меня Очень много Хороших классных проектов В жизни не случалось Благодаря этому Я бы сейчас этого не говорила Поэтому Не бойтесь Даже если у вас Супер концептуальная страница Ну не убудет От одного репоста Работаю друга Приятеля Вот И коллабьтесь еще Если есть возможность Ну иногда кажется Что невозможно Заколабить там А и Б Попробуйте Даже если получится плохо Что-то же получится Навряд ли выйдет Там типа белый лист Ну то есть Если есть возможность Коллабиться Это супер круто Заколабьтесь Если вы Ну не знаю Там художник Современного искусства Заколабьтесь чуваком Который что-то делает На питоне И попробуй Ну может что-то получится Скорее всего нет Но может быть Кто знает И короче И короче Появился партнер Который готов Производить Лучший проект студентов Поэтому Не думал Красиво Все поехали Промщик думает многое Думает о разном Но за счет этого И проживает миллион жизней Вот Поэтому Хотел сделать Такой Небольшой Мне кажется Завлекающий анонс И хотела задать тебе Тоже вопрос Чему ты научился Вышке Ты говорил Как много было Ненужного В строге Типа Получал не те знания А какие знания были те Я так говорил Это посмотрят Мои преподаватели Они меня очень любят Нет Строго Классно Просто Ну возможно Типа Возможно Мы просто Не сконнектились Чему научилась Вышка Ну Блин Наверное Из-за того Что это мое Последнее образование Оно мне самое яркое По воспоминаниям И оно меня научило Тому Что мне не дают Лишних знаний Опять-таки Вот в сторону Строгий Такой мини-камушек Классный Но Короче Правда Мы закроем тебе глаза Клеточкой Вот этой И голос изменим Короче Да Это чисто Сердечное признание Короче Ну правда При всем уважении К российской Академической школе В которой Я типа 8 лет Строгого режима Строгие Отмотал И это все Очень круто И классно Драпировки Вау Клево Натерморты Контражуры Аля прима Это все очень классно Но Когда придет заказчик И скажет Надо сделать Умную колонку А я такой Смотрите Натерморт Акварелию Ну Типа Навряд ли Это Но он такой Классно Я как раз хотел Натерморт Ну нахрен Типа Колонку Короче Я думаю Я думаю Что вышка Это супер Буз Потому что Она дает тебе Только те знания Которые тебе Реально нужны Либо когда-то Понадобятся А те знания Которые Второстепенные Ты можешь Либо их получать Либо не получать Типа супер Свобода И да Короче Круто Что я Сейчас могу Гулять с Машей По Москве И сказать Смотри Какие классные Капители Мне об этом Строгие Рассказали Но не могу Рассказать Про Типа Какого-то там Наотофокасаву И как там Его жизненный путь В качестве промо-дизайнера Ну короче В общем Есть какая-то Разных пониманий Главный плюс вышки В том Что он дает тебе Те знания Которые понадобятся На мой взгляд Опять-таки Я не могу Судить по всем кафедрам Но вот на той кафедре На которой я учился Те знания Которые рано или поздно Тебе понадобятся Вот Спасибо Появились какие-то вопросы Пока мы тут болтали Да Секунду Спасибо за презентацию Я подписался на твой дипасс Ой спасибо Я тоже подпишусь на тебя Я кстати вообще Очень открытый Ну в смысле Не смотрите на лицо Я реально Очень добрый Он включил Мне очень понравились Три работы Три концерта Будет идти кейсы Когда заказчики Иностранцев Возможно Больше всего Иностранцев Писали тебе Сообщения По поводу Сотрудничества Что я смотрю Концерты Очень крутые Крути И можно Резидовать Ну да Писали В основном Площадки На которых Пишут заказчики Это Беханс И инстаграм Если ты больше В CG Пайплайны И геймдев Геймдизайн То это Артстейшн Это правда работает Ну на удивление Серьезно Это Очень круто Есть реально Возможности Тебе пишут Но Я не очень понимаю То есть вопрос в том Писали ли мне Какие-то заказчики Зарубежные Были ли кейсы такие С которыми я работал В итоге Нет Скорее всего Нет Таких кейсов Не было Потому что Ну Надо немножко Развеять иллюзию Что в какой-то момент Тебе пишут Классные арабы Говорят Слушай Нужно лодку Типа из золота Сделать Ну то есть Такого Ну не произойдет Ну то есть Такое возможно Но маловероятно Потому что Скорее всего Тебе скажут Слушай Кормушка для собаки Надо сделать Из переработанных Материалов Ну и тут ты сам уже Извини Маш Ты тоже сам выбираешь Ты тоже сам выбираешь Хочешь ты это делать Или нет Но По крайней мере У меня не было тех кейсов Которых я такой Вау Это круто Я хочу это сделать У меня так было С этим Финским Финско-латвийским Производителем автомобилей Они типа Круто делали Клево Но вот в тот проект Который я залетел Оказался Ну типа Не мое Я не спорю там О вкусах Но Не мое Просто Вот типа Чтоб ты понимал Эти тачки Были в фильме Диктатор Да Хромовые Золотые тачки И вот Выходит Саша Баранкоин Но это не та популярность Которую я хотел Вот Я бы хотел Просто сделать Фрэш проект Поэтому да Бусти свой Беханс Слово о коллабах Если ты заколлабился С чуваком У которого Хотя бы Столько же подписчиков Сколько у тебя Короче я сейчас Такой типа Инстаграм бог Но ладно Нет серьезно Если Ты работаешь В какой-то студии Попроси студию Анонсировать проект Где ты будешь В авторстве У студии Больше просмотров Больше охвата И возможно Тебя выйдет Если ты преследуешь Цель получить Какой-то проект Получить Какого-то заказчика Какой-то интересный опыт А так да В принципе Инстаграм Беханс Это прям Самые такие крутые Початки Спасибо Беханс У меня хорошо Запущен Запущен И я как автомобильный фотограф С 4-х летним опытом О, круто Все выкладывают в Беханс Мне есть награда Бестл Беханс И мне вот Блин, тебе надо тут сидеть У меня нет ни одного Забиральщик С Лондона Представьте Как сотрудник Оранжеробера Ну он видит Мои работы И говорит Он подумал Что это 3D Что это CGI И пишет Может ли ты Разработан Мой концерт Оранжеробера Это бой А я как бы Я учился У Тимуру В Баре На дративе 6 месяцев По промышленному дизайну Но машины Я как бы Не моделировал Поэтому я Решил Приступить К Сартуру Именно К Тимуру Именно На бедостроение На автопроб И ты хочешь развиваться В транспорте? Да Параллельно Потому что У меня Большой жизненный опыт Именно с заказчиками Потому что В России Очень сложно вывести Мерседес На локацию Геммар Это Бюрократия И поэтому Проще всего Скорее всего Как и в Европе Так и в Германии Так и в Штатах Здесь знаком И смоделировать Сжай Комностью Картинку И То мне это проще Блин Я никогда Об этом не слышал Это Ну честно Серьезно Никогда Об этом не слышал Обычно Я слышу Что чуваки Делают Настолько классные 3D Что им говорят О фотка А у тебя наоборот Я прям удивлен Ну то есть Тебя У тебя Буст То что тебе написал Чувак И такой Давай так И ты такой Круто Я пойду учиться Магистратуру Чтобы Круто Классно Спасибо Я могу еще Кого-нибудь похвалить Если надо Кто хочет поддержки От вас Ген Давайте Вы все Классные Сейчас я вам Всем раздам В комментариях Любой вопрос Давайте Я вообще Видимо Сняются И хотят В личную беседу Да Все Хорошо Ладно Ладно Давайте Давайте На этом Завершать Мне кажется Наш Прекрасный Метап По-моему Получилось Хорошо Если хорошо Давайте Мы Поплодим Спасибо Спасибо Всем Что пришли Очень Ждем Вас На Конкурсе Портфолио Прием Заявок Начался Уже Сейчас Если Хотите Тоже Создавать Объекты Со своей Эстетикой Как Ярослав Искать Ответы На Свои Внутренние Вопросы Как Лиза Или Попробуйте Много Разного Как Вас Ген Приходите Мы Во всем Вам Поможем Подскажем И Наставим Спасибо Всем Хорошего Вечера Спасибо